Здравствуйте, друзья! Я раза два уже сходила в магазин FixPrice и хочу показать вам новинки, которые я там приобрела. Начну вот с такого ковшика. Диаметр его 17 см, объем, как я замерила, 1 литр. Вот по эту кромочку. Литр воды налила, здесь не прогнулась, ничего не изменилось. Довольно прочная. Сделан этот ковшик из нержавеющей стали. Вот такой вот он в профиль. Вот здесь написано, это серия Kitchen. И что сделано из нержавеющей стали, изготовлено в Китае. Теперь, вот здесь вот такие довольно прочные крепления на винтах. И здесь проволока из нержавеющей стали. Должна сказать, что у меня был несколько лет назад замечательный даже не ковш, а сотейник. Гораздо дороже я его покупала. И он был с тефлоновым покрытием. И что же? Через какое-то время в ручка стала сгибаться. И в итоге отломалась. Надеюсь, что с этим ковшиком такое не произойдет. Я посмотрела, крепление здесь очень прочное. Следующее изделие. Вот такая вот разъемная форма с замком. Ковш стоит, как я вам показывала, стоит 99 рублей. И эта форма тоже стоит 99 рублей. Вот с таким замком. Тоже из серии Kitchen. Сделана она из углеродистой стали и из нержавеющей стали. Вот такой вот разъемный здесь замок. Все это открывается. И вынимается донышко. Можно эту форму использовать для выпечки. Можно также вот это кольцо использовать как сервировочное. И делать салат. Поставить это кольцо на тарелку. И сделать салат. Вот из таких предметов состоит. Вот это, собственно, дно формы. И вот это вот кольцо, которое может еще использоваться как сервировочное кольцо. Для укладки, красивой укладки, даже слоями салата. Следующая новинка, которую я хочу вам показать. Вот сегодня я приобрела вот таких два контейнера для специй. Специально вот, чтобы вам показать, отрезала. Здесь они на таком прутике завязаны. Вот эти вот промежуточные держатели для пакетиков со специями. Вот, написано. Контейнер для специй. Изготовлен он в феврале 17-го года. Производство отечественное. Полимер, быт, пласт. Размеры его. 285 на 140 и на 85. Вот тут нарисованы уже пакетики, которые можно установить. Вот так вот это все делается, устанавливается вот в эти держатели. И можно разделить, что для овощей, какая специя, какая для мяса, какая для выпечки. И, как я уже сказала, стоит это, такой контейнер один, 99 рублей. Вот так вот здесь сплошные стенки, сплошное дно. Если что-то будет просыпаться, дальше не высыпется. И вот такие перегородочки. Состоит он из пяти отделений. Вот таких два контейнера. Их можно установить в ящик стола. И все будет аккуратно. Следующее, что я хочу вам показать, это вот такое сито пластиковое. Диаметр его 18 сантиметров. Сделано очень аккуратно. Вот это дно сделано, просеивающее из лески. Все заделано, заплавлено. Тут нигде ничего не открывается. И нигде ничего не задевается. Все запаяно. Муку просеивать будет очень удобно. Потому что, когда я снимаю видео, пользоваться кружкой, которая грохочет для просеивания муки, не очень удобно. А это вот и ручка такая, и довольно высокая. И думаю, что можно сюда небольшое количество творога слить с сыворотки. Ну, в общем, для очень многих вещей это сито может быть использовано. Я уже делала молочно-кислые продукты на заквасках Бакс Драф. И скоро получу еще одну посылку, еще с другими заквасками. И мне очень понадобятся вот такие емкости. Я себе взяла. Вот такая емкость. Она 0,66 литра. Каждая из этих емкостей. Вот я взяла от двух цветов крышки, чтобы мне было удобней. И объем очень хороший. Отливать закваску. И дальше продолжать делать молочно-кислые продукты. Уже на своей собственной закваске. Вот эти вот контейнеры небольшие я купила специально для этого. Они очень удобны, хорошо закручиваются, хорошо держат. Отличная вещь. Теперь, дальше я перехожу к продуктам питания. Вот появился вот такой вот компот половинки персиков. Дель Монте. Качество Дель Монте. Здесь 235 граммов самих фруктов. Объем 420 граммов. Такой вот прекрасный замок, легко открывающийся. Стоит эта баночка 77 рублей. Персики вот эти. Дальше. Приобрела вот такой вот томатный соус. 100% натуральный кетчуп. Органик. Мистер Рико. Здесь его. 350 граммов. Без ароматизаторов, без красителей, без консервантов, без крахмала и без ГМО. Содержит томатную пасту, соль, сахар, уксус и специи. Вот такой вот прекрасный кетчуп. Томатный соус. Повторно купила понравившееся мне вот это лечо Меладора. Кетчуп. С натуральными кусочками перцев. С натуральными кусочками перцев. Вкусное очень. Хотя у меня есть готовое свое домашнее лечо. Но это мне тоже очень понравилось. Здесь его 350 граммов. Без красителей, без ароматизаторов, без ГМО. Изготовлено 7 февраля годен этот продукт до 7-8-17 года. Ну, думаю, так долго оно не залежится. Теперь хочу показать вам, какой кофе молотый мне удалось купить в магазине Фикс Прайс. 55 рублей. Ароматный кофе особо мелкого помола для турки. МОКО ПАУЛИНГ. Здесь его 75 граммов. Вот написано 75 граммов. Вот. Сейчас я понесу. Вот так вот. Вот такое МОКО. Но еще не пробовала, ничего сказать не могу. Приобрела на пробу вот такую вот вещь. Кекс кружки имбирный пряник. Это готовая смесь для микроволновки. Пудов. Супер новинка вот эта вот. Добавить только воду. И можно испечь за 2 минуты. У меня очень много рецептов для микроволновки. Ну, вот я попробую вот эту уже готовую смесь. А так очень много рецептов для микроволновки, для выпечки вот таких кексиков. Масса здесь 70 граммов. Тут полностью нарисована схема, как это все делать. И буквально за 2 минуты десерт готов. Так. Вот приобрела на пробу, потому что люди очень хвалили. Золотое утро. Блинчики классические. Счастливый семейный завтрак. Содержит кальция и железо. Смеси самой здесь 500 граммов. И достаточно добавить всего лишь 800 или 850 миллилитров воды. Тут полностью нарисована схема, как это приготовить. И великолепные блинчики можно испечь. Хочу вам сказать, что они бывают разных видов. Тут есть блинчики дрожжевые, классические, блинчики с ванилью. Есть блинчики, есть оладьи. То есть, когда будете покупать, если захотите, обязательно читайте. Они бывают разных видов. Вот здесь их 4 вида обозначены. Но у нас в магазине были только блинчики классические. И в магазине мне их очень похвалили. Вот в фикс прайс появилась такая мука кондитерская, самоподнимающаяся, пшеничная. Основа легкой выпечки. Здесь ее 500 граммов. Пудов, опять, содержит разрыхлитель и соль. Здесь определенная комбинация муки, разрыхлителя и соли. И есть даже рецепты для приготовления, например, кулича из самоподнимающейся муки. Стоит такой пакет полукилограммовый 25 рублей. Я взяла себе килограмм на пробу. Но я буду делать видео, и я расскажу, как у меня, что получилось. Вот приобрела еще такие конфеты. Это десерт даже, а не конфеты. С клубникой. Внизу печенье, потом суфле и клубника. Разрезать не буду, потому что тут все показано на срезе. Очень вкусный клубничный десерт. Ну, на этом у меня сегодня все. Благодарю вас всех за внимание. Всего вам самого доброго. Благодарю тех, кто подписывается на мой канал. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...